Абрикосы в Харберте Сельскохозяйственные заморозки в округе Баскил в провинции Харберт в Западной Армении съездили урожай абрикосовых деревьев примерно на 60% в период цветения и прорастания. 26-27 марта на абрикосовых деревьях на площади 100 тысяч гигатара отрицательно сказался снегопад, за которым последовали заморозки. Провинция Баскил является третьим по величине производителем абрикосов после Малатия Мерсин со средним годовым производством 60 тысяч тонн свежих абрикосов. К сожалению, по предварительным данным переживается потеря примерно 50-60% урожая абрикосов. 2 апреля секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласани отправил рабочее завещание в связи с реализацией работы оперативного центра, действующего в приграничной зоне, по решению актуальных вопросов. Были освещены вопросы по мониторингу ситуации на линии соприкосновения и решению оперативных вопросов. Обсуждались актуальные вопросы. Ответственные лица получили соответствующие поручения по их решению. Согласно источнику, на встрече присутствовали министры здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, заместитель министра территориального управления, инфраструктуры и высокопоставленные представители миротворческого командования. По данным jnews.g за первые три месяца года в Ахалкиалской больнице родилось 144 ребенка, из них 66 девочек и 78 мальчиков. Следуя статистике последних лет, мы видим, что рождаемость в Ахалкиалаке в этом году медленно растет. Кроме всего прочего, часто женщины для родов приезжают в Ахалкиаловскую больницу из Нинацмитского района. Мультимедийная выставка «Нет геноциду» пройдет в крупнейшем выставочном комплексе России «Музей России. Моя история». Выставка инициирована Союзом армянской молодежи Дона. Это уникальная возможность проинформировать всю Россию об армянском вопросе. Тусклое освещение зала, музыка великих армянских композиторов, рассказы об одном из самых страшных событий в мировой истории. Выставка призвана взволновать сердца. Это пробудило в нас желание бороться и работать во имя будущего армянского народа, сообщает телеграм-канал Союза армянской молодежи Дона. Выставка будет открыта с 11 по 25 апреля с 10 утра до 8 вечера в городе Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31. Третий этаж, вход свободный. В 2021 году в Армении планируется открыть три историко-культурных заповедника. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Дунамян на итоговой пресс-конференции, посвященной его стодневной работе. Планируется создание историко-культурных заповедников Даштадемская крепость и столица Двин. Процесс их создания был остановлен из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 года, сказал Дунамян. По его словам, в октябре планируется открыть также историко-культурный заповедник Мавзолей Агдзак Аршакуми. Пещера Караджа, один из важнейших туристических центров в восточной части Черноморского региона Западной Армении, открыла туристический сезон, ограничиваясь рамками, установленными условиями COVID-19. Пещера, которую ежегодно посещают десятки тысяч местных и иностранных туристов, была вновь открыта после пяти месяцев технических работ. В рамках профилактических мероприятий COVID-19 в пещерах, которая считается одной из самых уникальных в мире по плотности сталактита и сталагмита, не принимает более 20 человек. Дождевая вода и талый снег капает в известь, вызывая эти образования сталактит и сталагмит. Это полностью известняковые образования, каждые 12 лет его длина увеличивается на примерно 1 сантиметр. Если у вас есть мечта побывать в этом загадочном подземном царстве Западной Армении, поспешите осуществить её. Уважаемые зрители, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой, но увеличение творческих и программных проектов нашей деятельности требует материально-технической поддержки. Наш телеканал – рупор армян в изгнании из Западной Армении, и он двигает вперёд законные права коренных народов Западной Армении в области информации. Сегодняшние проблемы, стоящие перед армянами, важны для всего мира, особенно для наших соотечественников, поскольку они предъявляют наши справедливые требования, имеющие международную признанную юридическую силу. Наша борьба вечная и справедливая. Коренные жители Армянского Нагоря, армяне должны жить и творить свои колыбели в Западной Армении. Вместе мы можем сделать большее. Далее для вас музыкальная группа Гегард Чарзенге. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армии. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.